Приветствую своих транспортных зрителей на канале Даниил 96. Продолжается на канале новая рубрика проект линии московского метрополитена. В предыдущем обзоре я снимал все станции за москворецкой линией. Если кто еще не видел предыдущий обзор, переходите по подсказке сверху. Обзор сегодня будет посвящен 3-й Арбатско-Покровской линии московского метро. Кратко расскажу историю запуска 3-й очереди и далее покажу все станции на этой линии. Поехали! Датой появления 3-й линии можно считать 13 марта 1938 года, когда новый участок площадь революции Курская был подключен к участку 1-й очереди улицы Коминтерна и до Киевской. Открытие участка одновременно с упразднением вилочного движения по первой линии, ныне известной как Сокольническая, произошло раньше, чем открытие Горьковско-Замоскворецкой линии. Однако впоследствии официальная нумерация линии оказалась обратной. Арбатско-Покровская стала третьей, а Горьковско-Замоскворецкая второй. В 1944 году синяя линия была продлена на 6 километров на восток, от станции Курская до Измайловской, ныне сейчас Партизанской. В 1941 году после попадания бомбы в тоннель мелкого заложения стала очевидной несощищенность этого участка. Было принято решение о замене участка новым глубоким заложением. Поэтому в 1953 году был построен новый участок Арбатско-Покровской линии от площади революции до Киевской. Линия глубокого заложения дублирует нынешнюю Филевскую линию мелкого залегания. После строительства электродепо Т-4 Измайлова в 1950 году появилась возможность продления линии на восток за счет строительства в депо временной наземной станции Первомайской, что и было сделано в 1954 году. В 1961 году временная станция была закрыта и была переоборудована под помещение депо после продления участка от станции Партизанской до нынешней Первомайской. В 1963 году линия была продлена на 2 километра до станции Щелковской, которая и сейчас является конечной на протяжении 63 лет. 6 мая 2003 года была открыта станция Парк Победы, продлившая Арбатско-Покровскую линию в западном направлении на 3 километра. 7 января 2008 года открылся участок от станции Парк Победы до Кунцевской. Одновременно с этим участок Филевской линии от Кунцевской до Крылатской полностью перешел инициативе Арбатско-Покровской линии. 26 декабря 2009 года открылся новый участок от станции Строгино до Митин и 28 декабря 2012 года открылась станция Пятницкое шоссе. Нынешний подвижной состав на Арбатско-Покровской линии состоит из электропоездов моделей 81740-741.1 и 81740-741.4 Русич первой и вторых модификаций. Составы Русич обслуживаются двумя электродепо. На востоке ТЧ-3 Измайлова и на западе ТЧ-16 Митина. Переходим к обзору всех станций Арбатско-Покровской линии. Начнем с востока на запад. Поехали. Станция Щелковская была открыта 22 июля 1963 года. Колонна трехпролетная мелкого заложения на глубине 8 метров. Станция и по сей день является самой загруженной в московском метро. Со станции Щелковская пассажир может выйти к международному автовокзалу Центральный и сесть на рейсовые и пригородные автобусы. Станция Первомайская была открыта 21 октября 1961 года. Первая построенная станция московского метро по проекту Сороконожка. Колонная трехпролетная станция мелкого заложения на глубине 7 метров. На станции два ряда по 38 колонн шагом 4 метра. Колонны облицованы красным с белым вкраплениями мрамором грузинского месторождения Слиете. Путевые стены покрыты белой и черной керамической плиткой. Далее мы выезжаем на открытый наземный перегон Первомайская-Измайловская и из окна поезда можем наблюдать красивые виды Измайловского лесопарка. Станция Измайловская была открыта 21 октября 1961 года. Эта наземная открытая станция до 1963 года носила название Измайловский парк. Станция сооружена по индивидуальному проекту из унифицированных железобетонных элементов. Скромное оформление станции объясняется тем, что она была сооружена при Никите Сергеевиче Хрущеве после выхода постановления 1955 года об устранении излишеств в проектировании и строительстве. В сторону станции Партизанская пути идут по метромосту над гаражами и отсюда можно хорошо рассмотреть съезды в электродепо ТЧ-3 Измайлова, обслуживающая линию и само депо. Станция Партизанская открыта 18 января 1944 года. Колонная трехпролетная станция мелкого заложения. Оформление посвящено партизанам. Станция неоднократно меняла свое название. Изначально она называлась парк культуры и отдыха имени Сталина, но в 1947 году была переименована в Измайловскую. Однако это название она проносила до 1963 года, когда станцию переименовали в Измайловский парк. И это название станция носила до 2005 года, когда ей присвоили современное название Партизанская. Также эта станция является одной из трех станций Московского метрополитена с тремя путями. Здесь по двум крайним путям идет основное движение, а по центральному пути иногда проходят поезда, следующие в депо. А также в день Московского метро на третьем пути Партизанский выставляется композиция с ретровагонами. Изначально станция задумалась для стадиона имени Сталина и на третий путь должны были прибывать пустые поезда из депо. Однако стадион не был построен, а проект продления линии на восток изменился. Со станции Партизанская есть наземная пересадка на Московское центральное кольцо на станцию Измайловская. Станция Семеновская была открыта 18 января 1944 года. Это колонна пилонная, трехсводчатая станция глубокого заложения, глубина заложения 40 метров. До 30 ноября 1961 года носила название Сталинская. Сооружена по индивидуальному проекту по типоразмерам стандартной пилонной станции. Однако геологическая обстановка позволила заменить каждый пилон четырьмя колоннами. Оформление станции посвящено теме советской армии и оружию. В орнаменте свода центрального зала отражены виды тяжелого вооружения, самоходная артиллерийская установка, танки, самолеты и т.д. Путевые стены облицованы серым с белыми прожилками мрамором у фолей, в котором через равные промежутки сделаны треугольные вставки из зеленого слоистого песчаника. На них изображены бронзовые щиты с изображением образцов советского оружия. Электрозаводская. Открыта 15 мая 1944 года на уже действующем перегоне Бауманская-Семеновская, открытом несколькими месяцами ранее. По конструкции станция пилонная трехсводчатая глубокого заложения. Пилоны станции облицованы светлым Прохоро-Баладинским мрамором и декорированы архитектурными деталями-барельефами. На своде центрального зала в круглых углублениях в шесть рядов расположены 318 оригинальных светильников. Акцентное освещение сделан в связи с расположением вблизи электрозавода. Станция имеет наземную пересадку на большую кольцевую линию и на третий диаметр. Подземная пересадка на БКЛ откроется примерно в 2024 году. Бауманская пилонная трехсводчатая станция глубокого заложения на глубине 32 метра. В первоначальном проекте станции планировалось посвятить оформлению восстанию Спартака. На пилонных станции установлены скульптуры защитников Родины и тружеников тыла во время Великой Отечественной войны. Станция Курская была открыта 13 марта 1938 года. Пилонная трехсводчатая глубокого заложения на глубине 30 метров. Оформление станции посвящено сельскому хозяйству СССР. Свод опирается на два ряда мощных пилонов, отделанных серым и белым рамором у фолей. Зал освещается люстрами-тарелками. Потолок станции украшен рельефным орнаментом с лепными ставками. Со станции Курская пассажир может воспользоваться пересадками на станцию Кольцевой линии, на Чкаловскую-Люблинско-Дмитровской линии и выйти к Курскому вокзалу и сесть на электропоезда 2-го и 4-го диаметра. Площадь Революции – одна из первых станций Арбатско-Покровской линии. Открыта 13 марта 1938 года в рамках первого участка АПЛ. По конструкции станция пилонная, трехпролетная, глубокого заложения. Также станция имеет необычную особенность тем, что в углах пилонов расположены бронзовые статуи советских людей. Всего на станции их 76. Станция связана пересадкой напрямую со станцией театральная, через которую также можно пройти на станцию Охотный ряд. Станция Арбатская была открыта 5 апреля 1953 года. Это пилонная, трехсводчатая станция глубокого заложения, глубина заложения 41 метр. Станция имеет статус выявленного объекта культурного наследия, сооружена по специальному проекту. Длина подземного зала станции 220 метров, что делает ее второй по длине станции после Воробьевых гор. Внутреннее убранство станции относится к стилю московская барокко, которая сложилась в результате синтеза русской архитектуры с элементами ордерных композиций. Пилоны отделаны внизу красным рамором с элите и украшены выполненными из керамики и букетами цветов. Путевые стены облицованы глазурованной керамической плиткой, черной внизу и белой вверху. Станция Смоленская, пилонная трехсводчатая станция глубокого заложения на глубине 50 метров. Оформление станции посвящено военно-исторической теме с пилонными облицованными белым рамором. Барельеф на торцевой стене скульптора Мотовилова посвящен защитникам Родины. Киевская пилонная трехсводчатая станция глубокого заложения находится на глубине 38 метров и являлась конечной станцией на протяжении 50 лет. Оформление посвящено Советской Украине и тема воссоединения Украины с Россией. Станция украшена большим количеством живописных полотен. Пилоны дополнительно украшены цветным керамическим карнизом. Фриз антаблиментом венчающей пилоны декорирован украинскими орнаментальными мотивами с элементами классики. Со станции Киевская пассажиры могут воспользоваться двумя пересадками на станции Филевской и Кольцевой линий. Также выйти к Киевскому вокзалу и на поезда Аэроэкспресс до аэропорта Внуково. Станция Парк Победы была открыта 6 мая 2003 года. Это пилонная двухзальная трехсводчатая станция глубокого заложения. Глубина заложения 73 метра. Является самой глубокой станцией московского метро, а также кроссплатформенной на Арбатско-Покровской и Солнцевской линиях. Тема оформления залов – Великая Отечественная война и Отечественная война 1812 года. Отечественной войне посвящено панно в восточном торце Южного зала. Залы можно отличить по расцветке. Она зеркальная. В одном зале белые пилоны и коричневые путевые стены, а в другом все наоборот. Также различается и расцветка полов. Помимо перехода между двумя линиями со станции можно пересесть на станцию Поклонная 4-го московского центрального диаметра. Пересадка наземная и займет примерно 10 минут. Станция Славянский бульвар была открыта 7 сентября 2008 года. Односочное мелкое заложение на глубине 10 метров. Станция украшена металлическими элементами в стиле модерн, вдохновленными входами Эктора Гемори парижского метрополитена. На станции установлены три скамейки в форме ладьи и металлические деревья для придания сходства с настоящим бульваром. Со станцией пассажир может воспользоваться пересадкой на одноименную станцию первого диаметра. Станция Кунцевская открыта 31 августа 1965 года на действующем участке Филевской линии, открытым двумя месяцами ранее. Изначально являлась обычной наземной станцией Филевской линии и имела просто два ровных пути, но все изменилось 7 января 2008 года. Именно тогда здесь заработала еще и Арбатско-Покровская линия, но сделано было все немного странно. Вместо того, чтобы построить вторую взрывную платформу для ПЛ, здесь пристроили боковую платформу для поездов до Щелковской. Поезда до Пятницкого шоссе останавливаются на одном из путей у старой платформы, а для Филевской линии оставили только один путь. Именно поэтому станция Кунцевская одна из самых необычных в метро. Как вы уже поняли, на ней есть пересадка на Филевскую линию, а также на БКЛ и МЦД-1. Далее наш поезд следует по второму наземному перегону Кунцевская Молодежная. Молодежная колонная трехпролетная станция мелкого заложения на глубине 7 метров. Типовая сороконожка 60-х годов. На станции два ряда по 38 колонн. Сами колонны отделаны белым и серым мраморами с бордюрами из розового мрамора в верхней и нижней частей. С октября 2021 по январь 2023 проводились реставрационные работы по замене путевой облицовочной плитки. Станция Крылатская открыта 31 декабря 1989 года в рамках продления Филевской линии на северо-запад. По конструкции это односводчатая станция мелкого заложения. До 7 января 2008 года станция находилась в составе Филевской линии. Однако после этой даты перешла в состав АПЛ вместе с продлением до станции Строгино. Оформление станции Крылатская посвящено теме спорта и физкультуры. В станционном зале размещены бронзовые изображения спортсменов. Путевые стены облицованы белым и серым мрамором. Характерная особенность – асимметричность свода. С одной стороны в своде имеются ниши, которые, сужаясь, поднимаются вверх по своду. Далее наш поезд следует по самому длинному перегону московского метро Крылатское Строгино с промежуточной технической станцией Троица-Лыково. Протяженность длительного перегона 6,5 километров. Время поездки составляет около 6 минут. Станция Строгино открыта 7 января 2008 года в составе продления Арбатско-Покровской линии от станции Парк Поведы до станции Строгино. По конструкции станция односвойчатая мелкого заложения. В будущем планируется построить одноименную станцию Рублево-Архангельской линии с пересадки на существующую станцию АПЛ. На сходе станции размещены ниши в виде капель, которые палками поделены на более мелкие сегменты, где располагаются светильники. Свод окрашен в белый цвет. Путевые стены оформлены темно-серым и черным гранитом. На платформе установлены стреловидные скамейки из ценных пород дерева со ставками из нержавеющей сталь. Станция Микинина была открыта 26 декабря 2009 года. Это однопролетная крытая наземная станция с двумя береговыми платформами. У станции имеются колонны между путями, но они не являются несущими. Является первой станцией московского метро, построенной за пределами административных границ Москвы и первой в практике российского метростроения, в финансировании строительства которой участвовал частный капитал, а именно компания Крокус Групп. Станция обладает большим спросом среди посетителей торгово-выставочного центра, а также жителей города Красногорска. Перегон в сторону Волоколамской включает в себя Микинский, ну или же неофициальное название Микининский метромост через реку Москва длиной 439 метров. Волоколамская колонная трехпролетная станция мелкого заложения на глубине 15 метров. Названа по находящемуся неподалеку Волоколамского шоссе. Данная станция стала одной из самых красивых московского метро подсоветского периода. Проект разработан коллективом архитекторов и метро гипротрансом. Высокие своды с аркадами образуют развитую по вертикали на готическую трехнефтную композицию. Увеличенный шаг колонн и большая высота свода придают образу станции ощущение простора и открытости. Со станции Волоколамская пассажир может воспользоваться наземной пересадкой на станцию второго диаметра. Станция Микина расположена в самом центре одноименного района северо-западного округа Москвы. Конструкция станции односочное мелкого заложения на глубине 14 метров. Соружена из монолитного железобетона. За путевыми стенами находятся галереи для служебного прохода и обслуживания светильников-прожекторов, которые освещают ниши свода. Поверхность световых шин разбита на мелкие кессоны, которые освещены скользящим светом, создают игру света и тени на своде. Станция Пятницкое шоссе была открыта 28 декабря 2012 года. Это колонная двухпролетная станция мелкого заложения, глубина заложения 11 метров. Станция является одной из шести кривых станции московского метро, наряду со станциями Зябликово, Александровский сад, Кутузовское, Выставочное и Международное. Оформление станции выполнено в белых-черных тонах с использованием термообработанного гранита и габро. Потолок платформенной части является подвесным, изготовлен из ячейстых трехслойных алюминиевых панелей. Станция является конечной, северо-западного радиуса Арбатско-Покровской линии московского метро. За станцией находятся оборотные тупики и съезды в электродепо ТЧ-16 Митина, обслуживающая линию. В ближайшей перспективе Арбатско-Покровскую линию протлят на одну станцию до Гальянова, но пока что к строительству не приступали. Пора подвести итоги. В настоящее время Арбатско-Покровская линия имеет протяженность 45 км и 22 станции. Если вам понравился обзор всех станций Арбатско-Покровской линии, не забудьте поставить лайк и написать свой комментарий. Для новых зрителей, кто посмотрел первые видео, подпишитесь на транспортный канал Даниил 96, на ютюбе и на Яндекс Дзен. А также вы можете подписаться на мой телеграм-канал, где я регулярно выкладываю новости из транспортной тематики. Переходите на мой телеграм-канал по ссылке в описании или по QR-коду на экране. Хочу поблагодарить трех метроблогеров Метроград, Ярик Транспорт и Пайнц за участие в закадровой озвучке моего обзора. Всем спасибо за просмотр. До встречи в новых обзорах.